Игорь Олегович, здравствуйте! Рада вас приветствовать в Перме. И я рад. Как оцениваете открытие? Что можете отметить уже в кулинарной олимпиаде в первый день? Ну, конечно, масштабность ее становится больше. Больше номинаций, больше специализаций. Большое количество наших коллег, которые принимают участие в ней, так сказать, для передачи опыта и судейства. Это вот важная очень история. Ну, как всегда, все равно в начало, оно всегда, ты ищешь какой-то удобоваримый вариант, который очень востребован сегодня сообществом. Потому что мы много говорим сегодня о развитии внутреннего туризма, но на всех этапах развития внутреннего туризма, перемещения людей, необходимо, чтобы были хорошие и вкусные рестораны. Может быть, не гастрономические, но, во всяком случае, добротные, с хорошей едой и с соотношением цена-качество. Хочется поговорить про индустрию. Она в первом месяце этого года оказалась не в простом положении, находится до сих пор сейчас. Это поставки, продукты и так далее, введенные санкции. Вот как индустрия чувствует себя сейчас? Ну, смотрите, во-первых, для нас, конечно, пандемия была таким неким временем тренинга. По сути, мы становились все кризис-менеджерами. И февраль, когда наступил, ну, скажем так, мы понимали проблемы, которые есть. И я сказал, что примерно через полгода, к концу лета, начало сентября, мы все наладим. По сути, мы все цепочки для себя наладили. Мы все увидели, конечно, в начале рост цен, потому что мы были привязаны к бивалютной корзине. Мы всегда обращали внимание на евро-доллар. Значит, в начале скаканул, цело поднялись, потом опустились. Ну, в общем, понятно, как всегда, в момент турбулентности и неопределенности будущего всегда возникают вещи, когда в стоимость закладывается цена такая, чтобы можно было, так сказать, минимизировать свои расходы или убытки на будущее. Ну, было несколько проблем. Это импортозамещение, цены. И вот что касается продуктов, какие категории товаров до сих пор не удалось импортозаместить? Ну, смотрите, проблема была, ведь логистика нарушилась не только сейчас, да, по сути, логистика нарушалась и в 2014 году. Но вот момент, когда ты начинаешь разговаривать с местными производителями, с фермерами, наступает ситуация, когда ты приходишь к ним и говоришь, а что у вас есть? Они говорят, а что вам нужно? И все разошлись. Потом, в 2014 году у нас получилась ситуация, связанная с тем, что мы увидели такой ручеек через Белоруссию, там, белорусский пармезан, белорусские креветки. Понятно, что это все упаковано, понятно, может быть, это чуть дороже даже, а может быть, и, наоборот, дешевле, с постоянным качеством. Мы, конечно, все ринулись туда для того, чтобы получать. Правительство не обращало на это внимания, чтобы, по сути своей, не, скажем там, ну, чтобы отрасль себя более-менее нормально чувствовала. Вот, 20-й год наступил, то же самое, нарушение всех логистических цепочек, все закрыто, по сути, мы то же самое нашли какие-то удобоваримые для себя вещи, поэтому, ну, на сегодняшний день мы практически, кому нужно было, переделали меню в связи с уменьшением покупательной способности населения. Кто-то перепрофилировался, по сути этого, кто-то не смог работать, там, отдал свою долю, отдал в управление, в общем, как-то более или менее стабилизировал. Процесс сейчас становления, он все равно продолжается, продолжает поступать, там, например, просьбой помочь, продолжает поступать просьбой, что мы хотим реализовать свой бизнес, который работает, там, готовый в связи с разными проблемами, которые...